Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать о том, какие существуют разъемы для зарядки электромобилей. Количество электромобилей в мире постоянно растет, число зарядных станций хоть медленней, но тоже увеличивается. Ну а так как в страны СНГ автомобили поступают со всего мира, то водители этих транспортных средств должны понимать, не все зарядные станции способны зарядить их аккумуляторы. А происходит это потому, что автопроизводители в свое время не смогли договориться о едином стандарте зарядных станций, да и сейчас не спешат это делать. Пионерами в стандартизации разъемов для электротранспорта стали американцы. Еще в 2009 году организация SAE утвердила стандарт, который впоследствии получил название J1772. Этот пятиштырьковый коннектор предназначен для зарядки электромобилей от бытовой сети и не способен передавать мощность выше 20 кВт. Его еще называют Type 1. Таким разъемом комплектовались автомобили, продаваемые только в Северной Америке. В последствии его стали использовать и японцы, и корейцы, и даже некоторые европейские модели, но правда предназначенные только для американского рынка. Разработан в США в те же годы еще один вид коннектора – TSL2. Используется он только на автомобилях Tesla, продаваемых в Северной Америке. Видимо, Tesla понадеялась на то, что именно ее разъем для зарядки станет самым популярным. Увы, не сложилось. Поэтому приходится владельцам этих авто обязательно возить с собой переходник. После американцев свой стандарт утвердили и в Японии. Японский стандарт получил название Cha Demo. Его название расшифровывается как Charge Demo, то есть по-французски «зарядись для движения». Данный стандарт поддерживают все японские производители, а также корейцы Hyundai и Kia. Разъем поддерживает зарядку электрокаров мощностью до 200 кВт, а его вторая версия, Cha Demo 2, даже до 400 кВт. Правда, сегодня не существует электромобилей, которые способны заряжаться таким током. Данный стандарт применяют даже европейские производители – французы Peugeot, Renault, Citroёn и Daimler AG для своих машинок Smart. Европейцы все же решили не оставаться в стороне от разработки стандартов для зарядки электромобилей. И в 2013 году Еврокомиссия утвердила стандарт, получивший название Type 2 или Mannekes по названию компании-разработчика. Этот тип считается самым распространенным в Европе и предназначен для зарядки электромобилей переменным током. Для однофазной сети максимальная мощность Type 2 не отличается от Type 1 – 7,4 кВт. Для трехфазной – 380 Вольт – поддерживается 43,5 кВт. А модифицированная в США версия Type 2 позволяет заряжать автомобили Tesla с мощностью 120 кВт. Помимо европейских автопроизводителей, такими разъемами снабжаются Tesla для европейского рынка, а также Hyundai Ioniq и Kia Soul. Исторической правдораде следует упомянуть, что еще итальянцы разрабатывали свой разъем, получивший название Type 3, но который никакого распространения не получил и благополучно канул в лету. Как уже было сказано, зарядка постоянным током позволяет существенно сократить время этой процедуры для электромобилей. Поэтому практически одновременно и в США, и в Европе началась разработка комбинированных разъемов, позволяющих использовать одновременно и переменный, и постоянный ток. В Америке к уже привычному разъему J1772 добавили еще два коннектора и получился CCS Combo. Помимо американских Ford, Chrysler и General Motors, такой разъем устанавливают на свои машины Audi, BMW, Volkswagen и Mercedes. Преимущество данного стандарта является универсальность. Машину можно заряжать и от бытовых розеток, и от зарядок переменного тока, и от скоростных чарджеров постоянного тока. Стандарт используется с 2012 года. Европейским ответом, хоть и запоздавшим на пять лет, стал стандарт Combo 2. Как американский конкурент, он получен путем сочетания уже привычного Type 2 Mannekes и двух разъемов для постоянного тока. Все новые модели в старом свете производятся с таким разъемом. Вот такая чехарда творится сегодня с разъемами для зарядки электромобилей. Поэтому, когда выбираете зарядную станцию поближе, где бы зарядить свою машину, учитывайте, какие разъемы на ней имеются. А еще учтите, что компания Auto Enterprise, лидер в разработке и производстве зарядных станций для электромобилей, свою продукцию комплектует разъемами всех популярных типов. Впрочем, заряжать машину можно на любой станции, но для этого нужно заранее озаботиться наличием у себя переходника. Что это такое? Об этом в следующий раз.